Между лисой и зайцем 10 метров. Когда лиса поймает зайца, если она бежит со скоростью 8 метров в секунду, а он со скоростью 7 метров в секунду. Лиса и зайц находятся сейчас на расстоянии 10 метров. Отметили, 10 метров между ними. Лиса и зайц первым качают зайца 7 метров в секунду. Отметили стрелочкой. Показали, что они скачут в одну сторону. Она его догоняет. Скоростью ее больше. Для этого я нарисовала стрелочку больше. Где-то она его поймает. Где-то она его поймает. Как решать? Скорость движения. То есть сложить скорость. Сложить ли? Вычесть. Вычесть. Нам нужно понять, с какой скоростью сближается. Разумеется, можно сделать так, как бы это вы решали, будучи учениками начальной школы. А именно, рисовать прыжки. Зайк скачет. Ой, поскакал. Лисничка скачет. Ой, ой. Да сейчас догонит. Да? И дальше, соответственно, рисовать и искать, где же догонит. Можно в начальной школе так и делать. Сейчас у нас проще. Сейчас у нас есть понятие о том, что вот это она догонит за счет того, что у нее скорость больше. А больше на сколько? Мы начинаем сравнивать. Насколько больше? Давайте посмотрим. О! Она на один метр в секунду пробегает быстрее. На один метр быстрее. Какое расстояние надо покрыть? Если бы они стартовали одновременно, она бы его сразу съела. Представляете, сидит лиса, сидит заяц. Даже бежать не надо. Правильно? Если у нее садится и съесть, то уже съела. Уже бежать не будет. Значит, ей надо добежать. То есть ей надо покрыть расстояние 10 метров. Метра. За сколько? За 10 секунд. За 10? Итак, вот у нас, да, 10 секунд. 10 секунд. Разумеется, ответ мы запишем. 10 секунд. Ну и хорошо. По этой задаче вопросы есть? Нет. Нет? Конечно. Нет. Нет.